Доброго времени суток, дорогие наши зрители, в эфире The Linux Homefront Project и сейчас будет второй выпуск систем D&A. В этом выпуске мы решили учесть пожелания и критику наших зрителей, поэтому мы рассмотрим на примерах действия основного набора утилит. Приветствую, несмотря на критику хейтеров, мы решили продолжить серию. И Иван Шаповалов, он же IntelFX. Приветствую всех. Ну что ж, наверное, приступим. Сейчас у нас будет небольшой краткий повтор предыдущей серии, то есть вкратце мы рассмотрим, что есть систем D и базовые принципы. Да. Опять же, как уже было сказано в первом выпуске, систем D можно описать как некий plumbing layer, как базовый слой и набор блоков для построения операционных систем на базе Linux. Систем D отличается от остальных подобных систем. Причем, тем, что все управляемые им сущности представляются в виде юнитов, которые реализованы в дерево зависимости. Юниты бывают нескольких типов. Наиболее значимые из них это юниты сервисов, которые описывают запуск демонов, таргеты, цели, которые группируют другие юниты вере зависимостей, юниты устройства, которые описывают включенные устройства, экспортированные из UD, и команды юниты, точки монтирования. Вот, у нас есть система, и, допустим, мы хотим узнать вообще, что в ней происходит. Одна из ключевых команд, состоящих взаимодействовать с систем D, это систем KTL. У нее есть несколько подкоманд, и стандартной подкомандой является лист юниты. Показ списка юнитов, активных в данный момент. Ее можно и не писать, а на дефолт. Вот мы видим список всех юнитов, активных в данный момент. Это некоторые устройства, точки монтирования, и дальше набор запущенных сервисов. Против каждого описание и его состояние. Запущен, запущенный вишел и так далее. В конце списка нам предлагают включить команд параметром all, чтобы показать также неактивные юниты, которые ни разу не использовались в командах и так далее. Извиняюсь, попробуйте кто-то отнести микрофон дальше по телефону. В общем-то это лист, это команда лист юниты. А она не показывает информацию о самих юнитах. Еще одной командой, предначенной для оценки состояния системы, является команда статус. Ее можно использовать без аргументов. Она покажет состояние системы, сводное, и запущенные процессы, сгруппированные по контрольным группам. Здесь стоит отметить, что системы используют контрольные группы для слежения за процессами, создавая по контрольной группе на каждый запущенный сервис. Вот. Вывод команды статус включает в себя характеристику работы системы, то, что запущены и ни одного юнита не находится в состоянии failed. Тут количество активных задач по запуску или остановке юнитов, количество звоенных юнитов, uptime, и, наконец, дерево контрольных групп, собственно, в котором можно видеть по контрольной группе на процесс, вернее, на сервис, и сами процессы, находящиеся в ней. Есть еще две команды, позволяющие анализировать дерево контрольной группы. Это систем D CGLS. В принципе, то же самое, что и статус. Только Это скорее листинг контрольной группы? Это скорее листинг контрольной группы? Да, да. То есть это часть вывода статус, непосредственно стоящийся контрольным группам. И систем D CGLTOP это, собственно, аналог команды TOP. Потребление ресурсов контрольными группами? Да, только не по процессам, а по контрольным группам. Которые у нас тоже не работают, как в прошлый раз, к сожалению. Да. Полностью не работает. Забыли это исправить. А можно пытаться, в принципе, исправить сейчас? Каким образом? Путем дописывания в конфиг контроллеров CPU каунта и мемори. Можно попробовать. может, я загрузим в машину? Ну, не знаю. Я, собственно, не в этой машине ничего такого не делал. У нас вывод всегда был такой. Ну, а можем ли мы ее сейчас перезапустить? Можем ли мы сейчас ее перезапустить? Можем, я думаю. Ну, давайте. Сейчас мы, получается, отключимся, да, и переподключимся заново. Угу. Так, машина сейчас перезапускается. Я бы хотел еще сказать про свою самую серию. Много людей говорили, что это вроде видеоурок, почему мы не всегда говорим нормально, с большими паузами. Собственно, я бы сказал, что не стоит ждать у нас, что это будет собственно, видеоуроку. Это такое себе что-то смесь шоу и вайв сэшн, что мне кажется, если вы хотите или не на видеоурок, то это немножко не по адресу. Тем временем у нас поменялся хост нейм. Наверное, это нормально. Да, можно оттачиваться к нашему Tmux. И можно видеть, что собственно от СГТО пожил, теперь в каждой контрольной группе сопоставлен процент осознанного времени и используемых и также объем памяти. Странно, почему это не включено по умучанию. Не знаю, скорее всего, это проблема мейнтейнеров. Да, ну и может быть скорее всего каждый из контроллеров СГРУ появляется свой оверхед. И по умолчанию они, скорее всего, не включены просто из-за того, что он не всем нужен. Ну что ж, СГТО мы рассмотрели. Далее формат юнита. Таковы средства SystemD для дерево контрольной групп. Теперь нам нужен листинг. Следующее, чтобы обратить внимание, это, собственно, формат юнита. Есть команда System System Cut под команду, которая позволяет вывести юнит по его имени, где бы он ни находился. У нас есть тестовый юнит. Игрушечный сервис, госервер, сокет-активированный сервер, который является простым обычным бинарником, отвечающим на HTTP-запрос. Команда Cut работает очень просто. Мы указываем имя юнита и он вводится. Так что работает автодоподнение по TAB. Потому что это, наверное, не видно. Да. Ну, автодоподнение зависит, разумеется, от Shell. Вот. А теперь подробнее про команду Cut. Что она вообще делает? Она ищет юнит в одной из треал-директорий. Собственно, юниты системд хранятся в одной треал-директорий. Это slash-run системд систем. Директория хранит временные юниты, созданные системд для внутренних нужд. дальше директория adc-system d-system, которая хранит настройки администратора и созданные администратором системы. И, наконец, usr-leaf системд систем, где хранятся стандартные юниты данной системы. Естественно, ты показал порядки приоритета. Да. Они имеют приоритет. наивысшие имеют директории adc-system d-system. Вот это. Следующий приоритет это run и, наконец, последний это usr-lib. Есть еще одна особенность связанная с файлами юнитов. Это так называемые дроплинг-директории. А именно в каждой из трех директорий, в которых могут находиться юниты, также для каждого юнита могут находиться директории, названные как имя юнита .d В этих директориях могут находиться файлы с расширением conf и призволенным именем, которые подклеиваются к юниту . К каждому юниту в рантайме. Например, допустим, можно было заметить, что наш лучший сервис госсервис госсервер запускается под именем рута. То есть мы явно не указываем пользователя? Да, естественно. Все сервисы запускаются по умолчанию под рута. Вот. Допустим, мы хотим это исправить. Да, потому что это не всегда хорошо. Ну да. Вообще не рекомендуется запускать сервисы. Естественно. Если обнаружится какая-то уязвимость, то мы получим доступ к системе? Да. Кстати, стоит отметить, что большинство сервисов, поставляемых с системы запускаются на самом деле не от рута. сервисы, это сервис, собственно, коппит, интерфейс пользователей. Лучше для каждого сервиса делать собственного пользователя и дать ему необходимые права. Ну, чтобы не повлияла работа на других сервисах. опустим, это автоб, а мы хотим изменить наш сервис, гусервер. Да. Для так, чтобы он запускался от имени хотя бы на убаде. Итак, мы можем это сделать просто редактированием самого юнита, но это не всегда допустимо и не всегда удобно. Допустим, если этот юнит находится в редактории usrlib, означает, что нам пришлось бы его скопировать в редакторию эдк целиком и там уже править. Соответственно, если он обновится в usrlib, мы это пропустим. Вот. В системе есть способ расширения юнитов без их полного копирования в редакторию. Это как раз-таки директории с дропынами. Как я уже сказал, они называются по имени юнитов и точка d в конце. Такую директорию можно создать для госсервер сервис. Сделаем это. простое радостно body dot com. Здесь произвольный файл и может быть совершенно любым. И в нем мы пишем только те директивы, которые хотим изменить. в частности директив юзер в разделе сервис. Хочу заметить также, что директивы не оверрайдятся, они дополняются по идее. Нет, зависит от директивы. То есть дополняемые директивы есть идеи, оверрайдятся. Дополняемые директивы можно обнулить присваиванием пустой строки. То есть директивы имеют больший приоритет? Что? То есть директивы имеют больший приоритет например какой-то параметр объединения? Ну да, дропин имеют больший приоритет над юнитом из текущей директории и также играют роль приоритеты самих директорий. То есть дропин в директории R он приоритетнее всего. Только что мы создали дропин файл который установили пользователи нашего сервиса в Nobody но если мы еще раз сделаем System.ktl cut можно видеть что а изменился изменился да в прошлый раз запускал System.ktl restart Demon Reload да довольно странно так или иначе директива появилась непонятно почему но вообще говоря после изменений в юнитах нужно понять команду System.ktl Demon Reload для перечитывания юнитов так или иначе сейчас System.ktl показывает юнит вместе с дропином собственно это красота зачем нужна эта команда чтобы показывать эффективную версию этого юнита включая все дропином теперь да также этот сервис является наш сервис является сокет активированным то есть существует еще один парный юнит многосервер сокет который описывает сокет который будет служить систем D чтобы передать его потом программе при попадании в него данных да собственно при попадании данных в этот сокет случается запуск сервиса по зависимости да собственно проверим что сокет активен команд статус может принимать также имя юнита чтобы показать только его статус в отличие от общесистемного он отключен и не запущен да но служили восьмидесячный порт да это опять же состояние сокета входит в описание того что он делает запускаем юнит сокета систем ктл имеет под команду старт которая позволяет запустить активировать указанный юнит действие запуска зависит от типа юнита допустим запуск сокета это открытие среднее вернее открытие сокета запуск сервиса это запуск процесса сервиса запуск маунт юнита это монтирование директории и так далее допустим мы запускаем сокет госервер означает что систем начнет слушать этот сокет проверяем состояние и так же проверим что сервис не запущен сервис не запущен вот обратимся к адресу этого сокета видим сервис сервис нам отвечает сервис запустился и отвечает вот но команды старт-стоп они управляют только текущим состоянием юнита если запустить стоп на сервисе который поддерживает сокет-активацию система напечатает предупреждение о том что сервис мы остановили но сокет по-прежнему слушается может быть запущен ввиду вернее если поступить соединение на сокет это первое пара команд для управления сервисами старт-стоп но если допустим мы еще раз перезагрузим систему мы увидим что сокет остановился и не запущен это происходит потому что старт-стоп описывают только текущие вернее запускали и останавливают юниты только в одномоменте системе поддерживает добавление некий аналог фарт-запуска для его управления есть под командой enable disable допустим можно сделать так чтобы сокет активировался каждый раз при старте системы или наоборот его отключить да enable disable не влияют на текущее состояние юнита они устанавливают только символические ссылки да они а disable удаляете линк ну да да команда enable disable на самом деле считают секцию install рассмотрим в юнита снова посмотрим систем dcat мы видим директиву install и опцию want buy собственно что делают команды enable disable они читают секцию install указан указан юнита и выполняют действия описанные в этих секциях кстати есть способ запретить активацию юнита вне зависимости от того кто может ее вызвать по зависимости это требовать допустим на примере того же сокета грузчиного сервера или сервиса самого допустим мы остановим сервис активируем сокет и опять же при доступе по адресу сокета сервер запустится а если нам вдруг лень или мы не можем исключить любую возможность запуска какого-то юнита по зависимости то есть допустим если мы не можем знать кто может потребовать запуск того или иного юнита но мы хотим такую возможность совсем исключить то есть сделать так чтобы юнит не стартовал ни при каких условиях мы можем пользоваться командой mask systemctl mask она маскирует юнит запрещая любые попытки его запуска как прямые так и по зависимостям допустим замаскируем наш сервер да это невозможно потому что потому что маскировка создает simlink на dev.nu ну или в принципе либо пустой файл с им с именем юнита в директории adc systemd system то есть маскировка внутри работает посредством переопределения юнита на тустой файл чтобы маскировка работала переместим юниты нашего сервера в usr в смысле usr директории директории еще раз получилось в adc systemd system создался simlink с именем юнита на dev.nu вот теперь остановим наш сервис он прежним запущен вот и теперь можно видеть что сервис не ответит что у нас запущен сокет статус забыл вот а сокет активен мы обращаемся тем же курлом по адресу сокета и мы не получаем ответа поскольку он заблокирован что замаскировали сервис он просто не может запуститься и ответить да подводя итоги мы имеем пять команд для управления стоянием юнитом первая пара это simktl start и simktl stop которые запускают или останавливают юнит в данный момент так они работают кстати почему запустился сокет да сокет не запустился потому что соответствующий ему сервис замаскирован это это просто одна из карьеров которые проводят систем D при запуске сокета вот вторая команда вторая пара команд для управления юнитами это enable design эти команды занимаются тем что читают из юнита это секцию install именно ее и выполняют действия допустим для данного сокета таким действием является создание добавление зависимости от сокет к сокету а сокет старгет это такой торгет который запускается при старте системы и в принципе он как раз нужен для того чтобы группировать запуск всех автозапускаемых сокетов допустим допустим мы сделали enable на этом сокете создался simlink из директории target target да каждый имеет директорию wants собственную в которой в которой могут находиться simlink на другие юниты на которые нужна создать зависимость соответственно команда disable ее уберет да и команда mask которую мы уже смотрели она маскируется юнит запрещает любые попытки доступ к нему вопрос глупый я собственно здесь новичок поэтому я здесь для глупых вопросов есть да конечно отлично ну что ж это базовые принципы работы мы их я думаю рассмотрели это базовые принципы работы с запуском и просмотром статуса сервиса вроде того да в принципе мы посмотрели даже второй раз то есть первый выпуск а теперь перейдем собственно к основной части в которой мы постараемся рассмотреть возможности систем D в плане администрирования системы естественно для этого есть куча вспомогательных утилит да собственно одно из одно из того что так не нравится некоторым людям они считают что систем D имеет слишком много возможностей помимо собственной инициализации сервисов мы пытаемся каждую из таких возможностей рассмотреть и описать что она делает и зачем она вообще была добавлена систем D мы постараемся показать что это не так уж страшно и собственно эти все возможности нужны для администрирования системы да начнем с вспомогательных утилит которые облегчают жизнь администратора скажем так известно что систем D имеет собственную схему для конвертирования путей к файлам и произвольных строк в имена юнитов допустим он применяется при генерации имен mount юнитов по определению имя mount юнита это закодированный таким вот образом путь к точке монтирования допустим dev hugepages dev enqueue допустим рассмотрим один из mount юнитов в данной системе dev hugepages вот соответственно этот юнит выписывает точку монтирования dev hugepages вот да многие спрашивают мол зачем нужно было придумывать еще одну схему кодирования путей файлов за строки и вообще для нее нет никаких уже средств никаких средств которые позволяют конвертировать строки в смысле пути строки из скриптов и так далее на самом деле такая пути есть она называется system dscape и занимается тем что конвертирует ну рандомные строки в формат принятые системы да пригодные для использования в юнитах да допустим мы хотим допустим мы пишем скрипт которому нужно получить имя юнита из пути к тачке монтирования да у системы escape есть два способа движима работы стандартные призначенные для путей у нас слышит в данном случае заменяется на минусы если добавляем path исчезает первый минус что может нам помочь если мы передаем это как параметр другой программе потому что в данном случае минус d воспринимает ключ нет ну даже так просто схема кодирования путей состоит в том что минус соответствующий первому слышу убирается то есть просто это в этом состоит вся суть кодирование путей да сам старт кодирования вот эта утилита обозначена в принципе для использования в скриптах что-нибудь наподобие такого допустим мы хотим вывести содержимое юнита вывести содержимое юнита ну допустим просто узнать статус юнита монтирования по данному пути ну в данном случае мы увидим как раз таки mount unit который мы вывели с помощью зная только его путь ну а теперь первая утилита systemd escape дальше мы имеем команду systemdps известно что в systemd было разработано было разработано было разработано некоторое подобие стандарта fhs на пути на общесистемные общеизвестные пути в linux системах скрытые это доработка стандарта fhs да действительно он описан в команд странице файлов hierarchy системной категории и собственно утилитов системдпс позволяет вывести все стандартные пути которые системд ожидает от данной системы скажем так что я заметил в этой утилите немножко отличное от поведения системд утилит остальных она не перенаправляет этот вывод на пейджер если она не помещается на один экран да непонятно почему так но скорее всего это тоже однофильд который предназначен для использования в скриптах и других программах скорее всего ее можно использовать я даже не знаю я тоже слабо представляю интересно прописано где там userknit документы музыку видео даже такое есть просто потому что это есть либо в либо файл hierarchy либо в стандарте xdg desktop спецификация это больше на xdg похоже потому что директории именно в десктопном окружении такие создаются ну да скорее всего именно оттуда это задается ну стандартных и десктоп так или иначе перейдем к третьей третьей на мой взгляд более полезной более полезной чем первые две системы run позволяет запустить произвольную команду создав для нее временный юнит вернее команду по направлению системы ну давай например покажем запустим цикл который нам будет выводить просто hello world и код счетчик наматывать логично слэш бин баш можно да минус си и дальше передадим аргумент с с с с с с с с собственно после запуска команды юнити нам показывается имя юнита под которым запускается данная команда его можно использовать всем остальным то же как сервис да то есть это такой же юнит как все остальные автоматически сгенерируем только можно увести его содержимое посмотреть статус да и все остальное что вот мы видим что у нас собственно выводится счетчик с оверлами вот ассистем DRUN также также умеет запускать команды от имени предварительного пользователя или даже имя юнита можно указать да задание переменных окружения и в частности можно задать имя юнита для того чтобы оно не создавалось произвольное а было заданным собственно собственно в системе DRUN можно запускать команды от имени от пользовательской копии системд то есть от имени пользователя со всеми вытекающими допустим ну можно запустить то же самое что указал пользователя одно баде запусти нет от текущего должно быть на самом деле довольно странно что не запустилось а я думаю там передаются параметры нет от текущего сейчас а а у нас еще RUT почему-то юзерская инстанция не запустилась ну допустим ее что ли сейчас интересно сессии есть а видерменеджер не запустился странно если у вас есть просто не на телосистеме только RUT нет собственно для RUT тоже должен был запуститься странно что это не произошло так или иначе мы мы запускаем в пользовательской сессии да теперь можем запустить команду уже не просто от имени пользователя а под управлением копии систем D работающей от имени до пользователя то есть допустим ее уже не будет в выводе системы систем KTL не знает вот а вот опять же если мы конструктируем KTL подсоединяться к копии системы запущенной для пользователя мы этот уник увидим вообще говоря это довольно полезно чтобы запускать какие-либо выживущие процессы принадлежащие пользователю поскольку очевидно что для управления для управления системной копией системы требуются права рута вот а для управления копией пользователя в принципе никаких прав не нужно вот то есть это довольно удобная штука но стоит но стоит отметить что системы юзер к примеру запускается вне всех сессий то есть команды запущенные из из такой копии системы они не имеют переменный дисплей если у вас иксы ничего такого они запускают они работают вне всех сессий то есть не имеют права доступа к устройствам то есть запускать какие-либо приложения имеющие интерфейс или требующие прав таким способом не стоит не то что не стоит а просто ну без костылей невозможно ну что ж дальше у нас идет если я ошибаюсь анализ конфигурации в общем то это это все вспомогательные утилиты которые да собственно перейдем к утилитам перейдем к рассмотрению того как можно осуществить анализ конфигурации системы то есть в системе есть также какие-то утилиты которые предначены для оценки скажем времени запуска каждого юнита и так далее а ну и там для прочих задач связанных с именно анализом системы анализом конфигурации первая из этих команд это 7ddelta команда которая выводит отличие текущей конфигурации от дефолтной то есть она показывает все все дропыны для юнитов все замаскированные юниты переопределенные и так далее то есть к примеру она показывает вот помимо кучи дропынов для временных скоп-юнитов которые в принципе можно игнорировать нам она показывает два дропына для системных сервисов и это созданный нами недавно run snowbody conf для грузчиного сервиса сервера госервер и еще какой-то drop-in для сервиса ssd вот то есть это удобный способ посмотреть какие изменения были внесены в юниты по сравнению с базовой конфигурацией да по сравнению с именно к этому будет стремиться именно наверное это будет использовать factory reset в общем то есть он будет приводить в том числе юниты к базовой конфигурации ну в snd ожидается factory reset а да который мы в будущем покажем да если его допилить по идее это работа для интеграторов больше там а если в коем из следующей версии fedora его допилят ну вот допустим можно замаскировать наш госервер и еще раз сделать вериту мы увидим уже запись мы маск наглядно показывающую что им был замаскирован и что нам не следует удивляться если он у нас вдруг не заработает да не заработает просто одна из утерей для показывающая сводную информацию у всех при определенных иммутах скажем так вот еще есть команда систем д аналайз которая довольно функциональна она имеет пять подкоманд часть из них показывает информацию по времени запуска юнитов и еще часть строит разные графики стандартная подкоманда это тайм показывающая сколько времени было потрачено на запуск системы отдельное ядро отдельное время потраченное на запуск самого ядра то есть по сути разница между временем запуска ядра и запуска юнита время потраченное в initrd initrmfs и наконец время потраченное на запуск демонов на запуск всего всего что требуется стандартной целью дефолт так ну все говоря этой информации обычно не хватает мало что можно сделать просто по времени есть подкоманда blame позволяющая узнать сколько времени было потрачено на каждый из юнитов по отдельности она работает если выкунать допустим имя отдельного юнита нет она работает только в целом если не ошибаюсь да она работает только ну она никаких параметров больше не принимает и просто сортирует все юниты по затраченному на них времени вот можно видеть что наибольшее время занял запуск фаервола в принципе если бы мы стремились оптимизировать как максимально время запуска системы мы бы скажем начали отключать сервисы начиная сверху списка сейчас мы делать не будем потому что три секунды это и так очень даже хорошо следующая подкоманда это critical chain она показывает вернее пытается восстановить пост по информации это можно сделать не всегда она пытается восстановить информацию о том чего ждал каждый чего ждал дольше всего каждый юнит по цепочке от финального то есть то есть по сути она показывает цепочку слабых звеньев в запуске системы прекрасно выделяются юниты занявшие наибольшее количество времени вот ну тут можно видеть что что долго запускался Firewall и долго запускался Apache ну даже нет дольше запускался сервис систем журнал Flash флаж который переносил записи лога из tmpfs в корневую fs но об этом позже когда будем рассматривать ну там у него целых 2 секунды плюс 272 что а или 2 120 это то есть текущее время это время запуска плюс это сколько сколько он занят вот непонятно да после знака это показывается время окончания запуска сервиса а абсолютное ну в смысле нет то есть systemd journal socket у нас запускается 145 миллисекунд что systemd journal d socket у нас запускается 145 миллисекунд если так где ты его видишь вот здесь systemd journal d socket нет нет это означает что fsck.ru окончил запуск на 145 миллисекунде после запуска systemd то есть это абсолютное время окончания его запуска вот а после плюса указывается сколько времени потрачено уже на конкретный сервис ну да ну да все об этом следующая подкоманда это systemd с точностью с точностью до юнит она вводит на стандартный вывод svg файл сгенерируем его наш роддиректория теперь мы посмотрим опа а у нас апач запущен запущен а наверное у нас все-таки поднялся файрвол да так давай мы сделаем ip tables минус-минус флаж грохнемся правила файрвола отлично теперь мы видим наш плот svg и вот here we go как говорится здесь мы видим оно от бутчарта и на этом графике у нас показано сколько у нас каждый компонент занимал по времени во время запуска здесь внизу легенда все красивенько да в общем-то довольно удобная туза и она не требует каких-то специальных мер типа типа бутчарта там то есть информация которая вводится плотом она собирается всегда и в принципе не имеет никакого оверхеда вот ну а уже бутчарт более подробные данные но требует каких-то отдельных мер вот у нас есть еще одна команда systemdenalize. она вводит граф зависимости между юнитами в формате усилитый dot из пакета graph вис вообще говоря генерация svg файла из такого графа занимает здесь что-то очень много времени поэтому у нас по-моему где-то что-то было сгенерировано да вот давайте просто его покажем мы не будем его большой такой генерировать вот у нас красивенький такой граф зависимостей мощный очень zoom out зум аут к сожалению я не смогу сделать почему-то firefox он у меня отвалился и он сожрет весь процессор вот но тем не менее мы здесь видим что таким хитросплетением показан зависимости между всеми сервисами давай сделаем для какого-нибудь отдельного юнита что ли да в общем говоря dot умеет показывать только часть общего графа она принимает параметром pattern юнитов для которых нужно построить граф ну поставим этот граф для ssd кстати если просто запустить dot то он предположит что мы не перенаправили его на рендере грубо говоря да собственно то есть dot ну команда dot она выводит output в формате собственно dot и если мы допустим эту команду без перенаправления она покажет комментарий о том что нам нужно перенаправить вывод в команду dot на sdr печатается легенда ну все можно смотреть на sd svg у нас перегенерировался файлик здесь мы видим маленький аккуратный график гораздо более приятно кстати говоря легенда для этого случая у нас поражается здесь то есть черные мини у нас зависимости требования да зависимости требования темно-синие у нас нет темно-синие их здесь нет но это другой тип зависимости а про них можно сказать темно-серые тема-сера это мягкого требования зависимости у нас есть естественно красный это конфликт до конфликты и зеленая это в зависимости порядка ну вот собственно такой красивый график все об этом системный адвайс больше ничего не умеет вот но собственно это далеко не все утилиты которые есть в системе следующая категория это утилиты для базовой настройки системы в системе позаботились даже о первичной настройке вс скажем только после установки написав программу системе феррестбуд допускать ее на работающей машине не рекомендуется поэтому мы просто покажем ее ман написав что она умеет довольно много ну да она просто настраивает какие-то базовые вещи которые имеют смысл настроить до первого старта такие как пароль рута хост-нейм тайм-зону машина идея она просто генерируется да так далее вот она умеет их устанавливать не интерактивно например если их передать ей в качестве параметра в командной строки или она умеет запрашивать их у пользователя интерактивно вот ну те кому она нужна могут прочесть ман продемонстрировать ее не сможем да эта команда особенно тем что все файлы она пишет напрямую в отличие от следующих команд которые общаются соответствующими демонами пошлими а собственно именно поэтому аферрестбуд предназначен для запуска там в условиях черута или при первом запуске системы до всего или в каких таких условиях как раз с одной стороны еще ничего не запущено и поэтому никаких демонов не запущено и шины еще не активно то есть все придется записывать напрямую но при этом там опять же ничего не запущено поэтому такая запись ничему не помешает вот а для строки уже работающей системы есть другие команды собственно их три это хостнейм ктл таймдейт ктл и локейл ктл назовем каждую плат деятельностью каждый из этих команд обращается к своему микро демону который запускается по требованию то есть только при выполнении ктл команды и останавливается после ее после подвершения ее работы а зачем это сделано в принципе довольно просто объяснить если здесь все изменения непосредственно из ктл команды нам потребуется или делать ее суибной что понятно плохо или как настраивать судо специально для этого требовать запуска через судо и так далее но на самом деле есть еще одна ну еще одна более резкая причина все эти ктл команды только один из фронтендов для настройки системы предполагается что интеграционные утилиты в де каких либо будут пользоваться теми же интерфейсами шинными и уже там это соответственно ну и уже в них это становится более полезно то есть из де можно сделать полкид авторизацию или еще какую-либо авторизацию по правилам вот и уже и здесь в таком бискейзе вариант с судо или суибным хелпером еще менее приемлем вот собственно первая команда hostname.ctl она позволяет устанавливать hostname и разную вспомогательную информацию по системе такую как название икон которую нужно этой системе ставить в соответствии или там названию места в котором она находится все это просто строки которые сохраняются в ad.co.s релиз и в принципе они действуют ни на что кроме каких-то путевит которые их показывают то есть все эти вещи кроме hostname они совершенно опциональны и пассивны кстати никто не в курсе где показывается icon name наверное в гноле какого-нибудь или или в кокпите да кстати интересно то есть это вот как раз для таких вещей вот для нас интересна только команда с hostname кстати есть режимы работы от рэнсин статик пройти вот от рэнсин устанавливает hostname только в памяти то есть только на текущую загрузку вот static устанавливает его только в файле hostname и пройти знаешь что это? я к сожалению не знаю но наверное наверное она не использует не fqdn а именно имя хоста да скорее всего не fully а фуле фуле а простое сокращенное наименование хоста скорее всего я предполагаю так ну возможно стоит обратиться к ману а хотя ладно а следующая команда из этих трех это timedate detail еще предназначение понятно из названия команда которая таким же способом позволяет устанавливать время временную зону и активировать или деактивировать ntp-сервер давайте может попробуем поменять time-зону это сервер как мне кажется находится в амстердаме да сервер находится в амстердаме а а и но и и м рано Ураев был выше, нет? Вот он, Европа. Ага. Вот с помощью листа таймзон узнали точное имя этой таймзоны и злоди ее посвящен командой с этой таймзон. Ну вот. Собственно окно заменилось на Central European Time. Как и ожидалось. Можно еще NDP включить. Кстати говоря, я недавно в одной из последних версий SystemD сменили поведение таймдейт где, естественно, ну и в частности команды с NTP сделав так, что она управляет только встроенным в SystemD NTP клиентом? НТП клиентом, да. Раньше она управляла любым НТП клиентом, имя которого записано в USR липсистем ntp-unit.d Зачем так сделали, не совсем понятно. Но, скорее всего, потому что иметь отдельный список NTP клиентов как-то хрупко и в принципе... В принципе, наверное, хватит одному то, что SystemD устроил. Ну да, то есть аргументация звучала так. Если у вас установлен какой-то сторонний NTP клиент, то вы, если вы знаете, зачем оно вам нужно, вы его сами поставили, и таким образом... И таким образом... Таким образом вы сами умеете им управлять. Вот. А если не умеете или не знаете, то вам хватит встроенного. Так или иначе, активируем NTP. НТП. Собственно, Enabled. Состояние изменилось на Enabled, то есть при следующей запутке системы он запустится. Да, NTP. Enabled мы видим. Вот. А у нас последняя команда из этой серии из трех Locale.ptl Это раскладки и языковые стандарты. Да. А если быть точнее, она управляется локалью в файле AdLocale.conf Не знаю, давай попробуем на Ruru вот F8 поменять. Кстати, мы еще не сказали, что здесь можно включать летнее время. Это как раз 10. В смысле Ftime Date? Да. Если я не ошибаюсь, летнее время, вернее, наличие летнего времени или его отсутствия, оно определяется зоной. Это не то, чем можно управлять. То есть, оно или есть в тайм-зоне, или его нет. Управление или нет. Обычно это указана информация в TES-Data? Ну да. То есть, ну да. Оно есть. Ну да. Летнее время. Оно ассоциировано с каждой тайм-зоной по отдельности. Поэтому управлять им нельзя. Оно или есть, или нет. Ну, проще довериться TES-Data в данном случае. Ну да. Кстати, немножко автопика. Я мне кажется или нет, но по-моему например у MySQL какие-то свои настройки TES-Data. Зачем? А вот не знаю. Чем-то это было обусловлено. Занятно. То есть, он не читает системные настройки TES-Data. У него какие-то свои. По-моему, своим пакетом даже предоставляем. То есть, представляешь, если ситуация, когда вот как случай с Россией сейчас было, TES-Data требовал создавить, чтобы не получить рассинхрон на серверах. А тут у тебя получается так, что еще и MySQL отдельно надо обслуживать. И вот я понимаю в данном случае, что, например, тот же систем-ти ему тоже будет полагаться на TES-Data выгодно. В данном случае. То есть, это не какая-то отдельная сущность. Мы доверяем тому, что приходит в одном стандартном пакете. Ну, это логично. Да, довольно странно выглядит поведение мускуля, но может быть, чем-то это обусловлено. Ладно, вернемся к системе. Вернемся к LKL-PTL. Еще раз, что он умеет. А умеет он устанавливать локаль и настраивать витасистемы. Настраивать подсистему виртуального терминала мысли в этой подсистеме ядра и настраивать иксы. Не иксы, а точнее иксовый конфиг. Это раскатывается. А запущенные иксы здесь не требуются. Ну что, попробуем на RURU TF8 принять? Допустим. А лист локейлс у него есть? Как вид, есть. А, да, то, что вижу, лист локейлс. Угадал. Синтакс тот же. Так, ага. Да, RURU TF8 есть. Так. Странно. Странно. Вернее, санкции. И почему? Кто его знает, почему? System Bass Name Ага. Ага. А, это вообще говоря, довольно странно, почему его нет. А, естественно, я просто был синтаксизм. Сайт локейл ожидает список переменных так, как они заданы локейл conf, а именно ланг равно чего-нибудь. Ага. Это сработало. Мы обошли санкции. Действительно. Собственно, все, что делает сайт локейл, это пишет в локейл conf. Продолжаем. Соответственно, еще можно указать кеймап для ядерной консоли. Он не используется, поэтому оставим это. И настройки XKB. Настройки XO. Настройки XKB для XO-ой клавиатуры. Интересно, когда будет Wayland? Что они предложат? Ну, очевидно, вперед новый вызов на штуру. Хотя, скорее всего, мне кажется, Wayland будет, ну, это кажется, что было бы логично, если Wayland читал общесистемные настройки и каким-то образом им бы советствовал. Я не знаю, как, но посмотрим, скажем так. Так или иначе, под команду setys11 кеймап не требует запущенных XO. и все, что она делает, она просто создает строчкой конфиги. Да. Если бы точнее, то отдельный сник под конфигом. Ну, в общем-то, все, что было указано в том же синтаксе, просто было записано в конфиг. довольно-таки удобно. Ну, да, опять же, это сделано ради унификации, ради общего шинного интерфейса. Вот. В общем-то, как и многие вещи в системе, без них, конечно, можно было обойтись, так как обходились раньше. Но, опять же, одной из целей проектов является унификация всего, что можно. Ну, поэтому это есть. Вот. Лакея и КТЛ мы исчерпали. И перейдем теперь к утилитам, которые работают временем в этой системе. А именно, еще одной целью есть избавление от шерма в запуске. Поэтому для каких-то частых случаев конфигурации системы был написан набор маленьких утилит, которые запускаются при старте системы и делают какие-то специализированные вещи. Допустим, задают временные директории, подгружают модули, настраивают системную консоль, в смысле в этой, собственно, ядерную консоль. Вот. И вообще такие вещи. Наверное, это системы директора файл, я предположу. Да. Допустим, одна из задач создать, представить систему какую-то временную директорию. Вот. Или там, или записать что-нибудь в один из файлов в иерархии прок или сис для настройки ядра. Обычно все такие вещи делались из скрипта адкерцелокал или аналогичного крипта в общем-то здесь его нет крипту положить. Вот. Ну, собственно, рцелокал для таких вещей и не нужен. Есть сервис с dtmpfiles. А значение этого сервиса, в смысле этой утилиты, в том, чтобы старт-системы создавать временные директории, создавать файлы, менять к ней права доступа и записывать в них какие-то строчки. Соответственно, как вы видите, из ман-страницы systemd tempofiles запускается в два этапа, ранний и поздний, и запускается периодически после старта-системы с целью очистки временных директорий. А у данной сервиса разумеется, есть свой конфиг. continuing files это набор конф файлов в трех территориях, прослеживается общий почерк, стандартный usr-leaf, временный вран и администраторский вэтк. Имеющий на высший приоритет. Ну да. набор файлов с ширением conf любым именем, которые при запуске tempofiles считываются и сливаются в один. Собственно, набор, вернее, собственно, файл конфига tempofiles это набор строчек, каждая из которых описывает одно действие. В Mane прием пример. Формат как-то отчасти напоминает формат стаба. Стоит из 7 столбцов. Тип директивы путь в и аргументы. Такие как режим просто к файлу овладение временной интервал очистки и какой-то аргумент зависящий от собственно от типа директива. Посмотрим на один из стандартных конфиг tempofiles. Пмпфильс. начинается он как-то так создается директория run user в ней уставляется права в ней создается пустой файл run utmp а только если он еще не создан по-моему или как это условие не помню надо посмотреть а директива создает или обнуляет уже созданный файл восклицатель что означает да он означает что данную директиву нужно пропускать при запуске tmp файл после окончания запуска системы то есть в контексте данной записи означает что нужно создать или обнулить utmp но только представить системы то есть если мы запустим tmp файл обручную потом его обнулять не нужно что в фрис-плогичем после этой записи идут какие-то создания привив директорий но на них поставиться не будем в принципе значение tmp файл уже понятно следующая утилита из этого набора это systemd модуль слот еще одна утилита которая смысл написания которой в общем-то может быть только один избавляемся от shell при запуске системы эта утилита подгружает модули ядра неуходимые модули по списку то есть имеется конфиг модуль слот d такого же вида точно такого же вида в котором перечисляются модули по одному на строчку и этот утилит просто их загружает в общем-то описывать здесь больше нечего то есть это такая себе замена booklist.conf нет 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 это совершенно не замена modprop.d blacklist отдельно загрузка отдельно то есть modprop это не заменяет это заменяет самостоятельный вызов modprop из shell скрипта то есть вместо того чтобы вписывать modprop чего-нибудь в adc rc vocal можно написать это самое чего-нибудь в adc модуль slot b и все и более того blacklist и аргументы к модулям описываются отдельно там же где я раньше а как известно ядерная консоль тоже требует настройки при старте системы для ее строки в системе есть еще одна микротулза vconsole сетап она допускается только при старте считает файл от vconsole.conf и настраивает по нему по систему в этой ядра то есть это тот самый кеймап который настраивается из локейл ptl также можно задать шрифт и по-моему что-то еще можно было здесь сделать и а ну собственно можно взять еще одну еще один кеймап и какие-то доп.параметры для шрифта то есть на самом деле по сути только шрифт и кеймап ну и еще какие-то их параметры это все зачем нужен в консоль сетап следующая утилита из этого набора systemd-assist-users она предназначена для того чтобы создавать пропущенные или отсутствующие записи о системных пользователях то есть это как раз часть работы по поддержке stateless систем систем с пустым корнем или пустым ad или как-либо еще как-либо еще имеющих неполные конфиды это очень сильно повышает жизнь как раз после таких неполных систем приучаем настройки ну в общем да то есть эта утилита в принципе она нужна только мейнтрейнерам дистрибутивов ну или вам если вы делаете свою дистрибутив она читает свой конфиг и создает опять же переобновляет пропущенные записи в ad class в ad group конфиги оформлены в силе похожем на tmp files опять 5 столбцов так что 2 столбца в каждом тип директив и кит параметр в принципе ничего особенного просто еще одна туза для настройки системы конец последнее это systemd bin fmp из названия я что-то не очень понял зачем она но сейчас увидим да тоже более-менее внутренне административная штука она регистрирует в ядре форматы файлов выполняемых ну например очень полезно может быть для executable в виндове чтобы запускать их с помощью вайн например ну да опять же в принципе да даже в мане есть даже ссылка на вайн да видимо вайн самый популярный пользователь если не есть ну а что ж какой-то другой нет скоро может быть будет и дарлинг кстати говоря если его допилят а его допилят вот не знаю ну понимаешь просто так сам по себе дарлинг бесполезен тебе нужно еще фреймворки тащить заставлять их работать все вот это ну да дарлинг если кто не знает это средство для запуска без эмуляции с помощью некоторых расслойки бинарников из mac osx ну да не знаю конечно чем оно может понадобиться не знаю конечно чем оно может понадобиться в текущем состоянии но пусть будет там еще гнус степ или не перед уже гнус степ вроде политический близок к смерти насколько кажется что последнее время а жаль я не знаю по-моему я не видел вообще ни одной живой инсталляции гнус степа если есть путь будет действительно вот ну в общем-то бинфмп можно эмулировать из темп файлс то есть как известно пидли регистрации форматов файлов это просто запись в один из виртуальных файлов то ли в прок то ли в сис то есть в принципе это можно сделать и с помощью tmp файлс того же самого поэтому в принципе бинфмт нужен только если и нужен то только ради удобства почему бы и нет собственно вот и все мы рассмотрели самые важные да и не так самые важные большинство если не все время загрузки которые позволяют настраивать систему вот файлс 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 файлс